я могу думать что угодно и чувствовать что угодно и идти куда захочу я просто осознаю каждую свою мысль и эмоцию если вы уравновешены вы будете делать все на что вы способны в своей жизни можно загрузить этот процесс и если выполнять его перед сном это простой способ создать небольшую дистанцию если я начинаю день правильно забочусь о своем теле общаюсь с нужными людьми то я больше готов к любым трудностям ваш подход ну моя жизнь течет как попало никакого распорядка я не знаю где буду спать где проснусь если я сплю на одной подушке две ночи подряд для меня это роскошь я всегда в разных местах так что у меня нет никакого распорядка разве что мой день обычно продолжается 18 20 часов пытаюсь немного притормозить но пока получается только набрать скорость но по той причине что я настроил себя так что только я решаю что вам не происходит и никто не может меня расстроить никто не может сделать меня несчастным и злым поэтому для меня не проблема когда меня будет в два часа ночи и задают вопросы для меня это не проблема прежде всего и самое главное это то что я настроил себя очень рано ни разу в жизни я не подавал резюме и не ходил на собеседование и даже не думал о трудоустройстве в моей семье всегда переживали как я буду зарабатывать себе на жизнь я говорил я не знаю я просто знаю что если ничего не получится я уйду неделями я жил в джунглях южной индии совершенно один я научился там выживать если ничего не получится то я уйду в джунгли и вы меня больше не увидите но я буду жить не думайте что я умру я знаю как жить так что я не воспринимаю события людей трудности и препятствия как то что меня тревожит просто некоторые вещи способствуют вашей работе а другие препятствуют ей в этом контексте я просто воспринимаю и все я никогда не оцениваю события или людей как то что может устроить или испортить мне жизнь потому что я держу это в своих руках абсолютно или иначе говоря я просто осознаю каждую мысль и эмоцию которые происходят во мне так что я могу думать что угодно и чувствовать что угодно и идти куда захочу потому что внутри меня все происходит только так как я хочу я думаю это то что вы должны сделать если вы создадите небольшую дистанцию то вы полностью поймете как работает этот механизм но если вы внутри него все покажется невероятно сложным это не сложно просто отдельные люди сами усложняют ситуацию внутри себя что касается вдумчивости то я ни во что не вдумываюсь у меня вообще нет мыслей до ни одной мысли в голове я ни о чем не думаю когда иду по улице я просто иду как пятилетний ребенок и смотрю на все вокруг птицы бабочки мужчины женщины я смотрю на все с живым интересом без каких-либо намерений просто смотрю поскольку у меня есть глаза я должен видеть все что могу видеть так что если у вас есть живость внимание как внутри так и снаружи не думаю что вам придется бороться с теми кто будет вам досаждать с тем что будет вас отвлекать или сбивать с толку нет баланс внутренний баланс это самое важное у вас может быть интеллект у вас может быть гениальность у вас может быть талант у вас может быть много вещей у вас даже может быть много богатств. Но если нет баланса, все это обернется против вас. Ваш интеллект обернется против вас. Ваше богатство обернется против вас. Ваши отношения обернутся против вас. Все обратится против вас. Прежде всего баланс. Я уравновешен. Я приехал в Атланту на мотоцикле, и на мотоцикле поеду обратно. Мне уже почти 70, но я все еще в седле. Потому что баланс, как внутренний, так и внешний, очень и очень важен. Если вы уравновешены, то чем бы вы ни обладали, ваш ум, способности и таланты найдут наилучшее выражение. Или другими словами, если вы уравновешены, в своей жизни вы будете делать все, что вы можете. То, что вы все равно не можете сделать, то не сделаете. Но если у вас нет баланса, вы не сделаете то, что вы можете. В жизни, если вы не делаете то, что не можете, это не проблема. Если вы не делаете то, что можете, вы катастрофа. Мое пожелание и благословение, чтобы вы не превращались в катастрофу. У нас есть простой процесс. Можно загрузить обучение бесплатно. Посвятите ему 12-15 минут в день. Он называется Ишакрия. Сначала вы будете следовать инструкциям. Через пару недель или через месяц вы сможете выполнять его без инструкции самостоятельно. Каждый день напоминайте себе об этом и связывайте с дыханием, особенно если вы выполняете его перед сном. Это простой способ создать небольшую дистанцию между вами и вашим телом, между вами и процессами вашего ума.